Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях студент четвертого курса Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина Никита Кузьмин, студент юридического факультета. Здравствуйте, Никита! Насколько я знаю, вы стали обладателем гранта. Все верно. Событие, я так понимаю, очень большое для нашего университета и вообще для города. Если можно, расскажите поподробнее, каким образом так получилось, на каком конкурсе и за какие заслуги. Вообще проводился четвертый молодежный международный юридический форум ЮрВолга. В этом году он стал четвертым, я уже сказал, предъюбилейным. И организаторы решили впервые в истории этого форума ввести туда конкурсную программу, вот этот всероссийский конкурс молодежных проектов в области юриспруденции. Естественно, там было очень много различных номинаций по этому конкурсу, но вот они решили и выделили нас как победителя этого конкурса в правовом просвещении молодежи, то есть номинация правовое просвещение молодежи, грант 100 тысяч, как вы правильно сказали. Будет у нас проводиться теперь проект в рамках области, правовая векторина, курс на право. Вообще, то есть мы изначально туда ехали просто посмотреть, что это за мероприятие. Наши преподаватели вуза сориентировали нас, скажем, у нас несколько человек было, но вот представлял проект индивидуально. То есть, естественно, не мой проект, а заслуга всей команды, которая поддерживает и занимается им. У нас очень хорошая, скажем, поддержка со стороны нашего вуза, со стороны Министерства молодежной политики, в том числе, естественно, региональное отделение ассоциаций юристов, Совет молодых юристов. То есть, вот эти все организации, которые заинтересованы в правовом просвещении молодежи, они нас поддержали. И, естественно, мы там уже представляли так достаточно солидно свой проект, потому что у нас как бы неплохо все прописано. И опять же, люди, которые задействованы, они имеют опыт реализации. Наша вся команда, она сейчас частично, скажем, не вся, но реализует проект тоже областной, тоже по гранту, по другой сфере, по добровольчеству. Поэтому у нас уже есть хороший опыт, хорошие наработки. А тут мы еще добавили, скажем, преподавательский состав, который как эксперты будут у нас выступать, в рамках викторины судить, проверять на правильное составление тех же самых заданий, которые мы будем выдавать. Вообще очень много работы планируется. И порядка двух с половиной тысяч целевая аудитория у нас, которые должны с нами встретиться, или с которыми должны мы встретиться, ну, как удобнее. Соответственно, очень будет много интересного. В следующем году у нас итоговое мероприятие, которое как бы еще попадает очень удачно к юбилейному году нашего вуза. То есть будет интересно. Если можно, вы вот говорите проект, да, вот ваш проект, который вы представили, каким образом он выглядел, как долго вы к нему готовились, и как вообще пришла мысль его создать? Вообще изначально мы в конце года, естественно, у нас проводятся традиционные выезды, скажем, к будущим потенциальным студентам, к абитуриентам, которые приедут поступать вот летом к нам. Поэтому мы с ним встречаемся с ребятами и понимаем, вот просто действительно на личном примере приехали и посмотрели, ребятам интересно, то есть ребята интересуются правом, какими-то вот особенно тонкостями, то, что им не могут дать в школе, точнее, в школе у нас замечательная программа, то есть в рамках предмета общества знаний они знакомятся с основами, но когда им будет рассказывать практикующий юрист какие-то тонкости, либо студент, который может им рассказать, как у них будет протекать обучение, то есть это им достаточно более живо воспринимается, ну, и интереснее в каких-то моментах в отдельных. А тут мы подумали, решили, что, ну, просто с ними пообщаться это недостаточно будет, а давайте попробуем что-нибудь придумать. Решили вот такую сделать мини-викторинку, то есть сначала на городском уровне попробовать провести где-нибудь, вот, прописали ее, посмотрели, как это будет выглядеть. Тут очень удачно у нас подвернулся, скажем, Селигер, мы съездили на Селигер, опять же, представили на конвейер проектов этот проект. Естественно, там мы не претендовали ни на какие призы, просто хотели получить экспертную оценку. Эксперты посмотрели, подредактировали кое-что, очень дельный совет нам дали ряд, и вот, естественно, в обновленном виде мы этот проект повезли уже на ЮрВолгу, и там вот он, скажем, показал свой потенциал в этом плане, и в этом тоже заслуга экспертов, которые нас оценили, потому что действительно очень много было там шероховатостей, которые мы сгладили, и вот теперь он предстал в таком более цельном виде, скажем. И с кем вы планируете работать? Вот вы сказали, предстоит очень интересный год. Это будут школьники, те, кому интересна юриспруденция. Вообще, то есть, сам проект, он представляет собой многоуровневую структуру. То есть, мы приходим первично, то, что я сказал уже, в школу, проводим с ними какой-то рассказ, какой-то лекции в рамках классного часа по тому или иному вопросу, касающемуся юриспруденции, например, там, не знаю, защиты прав детей, те же самые какие-то конституционные права, то есть, ко дню конституции можем пообщаться. В конце этого мероприятия у нас будет проходить профориентационное небольшое тестирование на бланках, и по основам права, то есть, такие маленькие-маленькие штучки будем раздавать, они будут отмечать, и, соответственно, по их заинтересованности, когда мы проанализируем их ответы и по уровню их знаний, мы будем предлагать конкретным ребятам собраться в команду и представить свою школу на городской викторине. Победители городских викторин, как я сказал уже в следующем году, в мае соберутся на базе нашего вуза и проведут итоговое мероприятие, там, с награждением, со всеми, с различными поощрениями для участников, там, индивидуальные номинации будут, командные номинации, то есть, вот в таком плане будем многоуровнево работать, и практически у нас очень много муниципальных образований, которые будут задействованы в этом. Почему вас заинтересовала вот именно подобная тема, подобный проект, то есть, вы не просто учитесь, да, вы еще стараетесь каким-то образом вот свои знания прикладывать. Вы в будущем-то вообще как планируете, как видите свою жизнь, свою профессию? Ну, вообще, я обучаюсь по специальности государственное право, то есть, по этому направлению подготовки. Поэтому очень интересно именно взаимодействовать, скажем, в плане работы с органами государственного управления, а вот в рамках этого проекта лично для себя, то есть, мы же будем координироваться с многими структурами, мы получим опыт не только в плане того, что мы сможем как-то ораторские свои какие-то качества проявить, организаторские качества, но и мы наберемся опыт взаимодействия вот как раз в сфере, скажем, в данной ситуации молодежи, то есть, да, и получим какие-то навыки, то есть, для себя в первую очередь, и они нам потом пригодятся в профессиональной деятельности, естественно, всем, кто поучаствует в проекте, однокурсникам, одногруппникам, то есть, такого уровня студенческому составу. Поэтому решили вот, чтобы быть для нас полезно и интересно этим тоже заниматься, не только для детей, но и для нас самих. А когда вы учились в школе, как случилось, что вы поняли, что вот ваше призвание – это именно юриспруденция? Кто-то вам в этом помог? Ну, вообще, был очень длинный, скажем, путь до юриспруденции от школы, потому что я учился вообще в городе Сасово, заканчивал Сасовский сельскохозяйственным техникумом по специальности бухучет, вот, закончил скоростным дипломом бухучет, потом, так получилось, ну, как и всегда, призывают в армию молодых людей, отслужил в армии, и вот уже в армии я понял, что нужно и высшее образование получать, то есть, как бы для личного развития, и в то же время вот я сориентировался и решил, что юриспруденция будет самым интересным, потому что юриспруденция, она применяется практически в любой отрасли общественных отношений, то есть, где угодно мы можем столкнуться с этими казусами, которые происходят, и знать мне юриспруденции, оно поможет вообще даже не обязательно, будучи, ты будешь работать по специальности или не будешь ты работать, то есть, это то, что необходимо хотя бы в базовом уровне знать каждому человеку. Но все-таки к четвертому курсу, наверное, студенты по большей части определяются, хотят они работать по специальности или нет, вы хотите? Было бы здорово, честно. Но, естественно, очень много у нас возможностей, как я сказал, в какое точное направление юриспруденции я пока не знаю, где работать, то есть, у нас же есть и государственные органы, которые, внутренних дел, просто какие-то ведомства, министерства и прочие управления. То есть, опять же, можно применить везде свои способности, а вот какой из них выбрать, пока еще стоит вопрос, еще есть год определиться. Поэтому, куда подавать документы для работы, надо будет еще подумать. А не планируете какое-то дальнейшее обучение магистратура, аспирантура? Ну, магистратура, безусловно, сейчас, скажем, в тех тенденциях, которые у нас есть, необходимо получить магистратскую степень, ну, желательно, скажем так, поэтому в любом случае будет заканчивать, вот, возможно, там, заочно как-то еще, но зависит от обстоятельств, от ситуации, но необходимо получить, естественно. Ну что ж, Никита, мы вас поздравляем. Спасибо. Желаем успехов в вашей дальнейшей деятельности. Надеемся, что в скором времени у нас станет на одного грамотного юриста больше. Спасибо большое, что к нам пришли. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok